Я не хочу из них никого выделять и не хочу говорить, кто из них лучше для Америки. Это два очень сложных, непростых выбора. Но, возможно, даже Трамп своей твердостью и своей радикальностью сможет навести некий порядок. Я хочу вам рассказать одну историю. Несколько лет назад мой дядя, который живет в Денвере, у нас там несколько семей, мой родной дядя, он приехал, когда болела моя мама. И это был у нас 19-й год летом. И когда речь зашла за Трампа, мы были в ресторане, и я вдвоем, и я ему задал вопрос. Слава, скажи мне, пожалуйста, какое отношение у вас к Дональду Трампу, как он вам и так далее. Он сказал, знаешь, в Америке есть очень много проблем. Но очень много людей у нас не работают, очень много людей у нас иждивенцы и ведут себя очень неправильно. Говорит, вот мы, иммигранты, да, там более 30 лет назад приехали в Америку. Мы выучили язык, мы пошли работать, мы вкалываем, и мы строим свое будущее. Да, мы взяли большую квартиру себе в кредит, там, и так далее. И у моих детей тоже все есть там, в общем. И мы работаем, мы вкалываем и строим свою жизнь. А очень много в Америке иждивенцев. И вот то, что делает Трамп по отношению к подобным иждивенцам, те, которые симулируют, значит, свое там проживание и надеются только на государство, но речь шла, видимо, о тех иммигрантах, которые приезжают и занимаются иждивенчеством в Соединенных Штатах Америки. И я так понимаю, что это еще касалось и определенного слоев афроамериканцев, но вы знаете, о ком я говорю, да, те, которые до сих пор спекулируют исторические факты, ну и, соответственно, являются там, допустим, наркоманами и так далее, неблагополучными гражданами, которые не хотят никогда работать, хотя, естественно, в Америке огромное количество афроамериканцев, которые очень талантливые и во всех сферах и продвигаются очень усердно и очень вперед, и являются друг для друга примером. Мой дядя сказал, что из того, что делает Трамп, он наводит порядок в этих отраслях, типа, я считаю это правильным. Ну вот, такое было мнение моего дяди в далеком 2019 году. Что для Америки сегодня лучше, и тот, и тот президент, и те, и те два кандидата очень сложные сами по себе, но я думаю, что проблема не просто в кандидатах, а проблема в самой Америке, так же, как и в самой Украине, и, естественно, особенно в Российской Федерации. Поэтому, дорогие мои, я желаю, чтобы у наших родственников, у наших близких, в большом количестве штатов, которые живут в Соединенных Штатах Америки, и у большого количества украинцев, которые переехали туда в результате этой кровожадной войны, что у вас у всех при новом президенте все было хорошо. И плюс Америка будет сильной, потому что именно американцы делают ее сильной, а не просто какой-то президент или какие-то представители палаты и так далее. Так что, пусть у вас все получится. А я Самвел, украинский армянин, и обязательно, дорогие мои друзья, подпишитесь на наш YouTube-канал, потому что это армяно-украинская интернет-ведение КАП ЮА АЭМ. На наш Instagram обязательно подпишитесь, и на наш Telegram, в целом на все пять информационных площадок, на которых мы публикуемся. Но самое главное, подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш КАП ЮА АЭМ. Ставьте обязательно лайк, тогда плюс 10 человек еще увидят это видео. И пишите комментарии, если вы в восторге от того, что мы делаем. Ставьте армянский флаг, украинский флаг, оба флага, улыбочки свои замечательные. Пишите комментарии, и обязательно поделитесь этим видео. Но самое главное, подпишитесь. Будь мой орач, орач и только орач, и КАП и меч! Майя сладенький.